Третий лишний Продолжение следует... 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 Под волком здесь можно разуметь и мысленного врага, которого Писание называет и львом, 1 Петра 5.8, и скорпионом, Лука 10.19, и змеем, Бытие 3.1, Псалом 90.13. Говорится, что он похищает овцу, когда пожирает кого-нибудь через худое дело, а разгоняет, когда посредством злых помыслов смущает душу. Справедливо можно назвать его и вором, который обкрадывает через лукавые помыслы, убивает через соглашение с ними, погубляет через дело. Иногда приближается к кому-нибудь помысл злобный, это будет воровство. Если человек согласится с лукавым внушением, тогда можно сказать, дьявол убивает его. Когда человек на деле совершит зло, тогда он погибает. Может быть и это значат слова. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Господь делает совсем иначе, чем этот вор. Он дает божественную жизнь, освящает и помыслы нашими добрыми внушениями, и тела добрыми делами. Дает и нечто преизбыточествующее. Именно то, что мы можем приносить и другим пользу посредством дара учительского. А также и Царство Небесное, как бы придавая нам некоторую лишенную награду. Он подлинно добрый пастырь, а не наемник, каковы начальники иудейские, которые не заботятся о народе, а имеют в виду только то, чтобы получать с него плату. Ибо они искали не пользы народу, а себе прибыли от народа. В Англии Тауна, 10 глава с 14 по 16 стихи. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти. И они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь. Полкование. И отсюда ты можешь узнать различия между пастырем и наемником. Наемник не знает овец, что происходит от того, что он не надзирает за ним постоянно. Ибо если бы он постоянно смотрел, то знал бы их. А пастырь, каков Господь, знает своих овец, потому и печется об них. И они опять знают его, потому что пользуются его надзором и по привычке узнают своего покровителя. Прежде он узнает нас, а потом уже мы его. И не иначе можно познать Бога, как быв познанными от него. 1 Коринфянам 3.12 И он прежде усвоился нам плотью, став человеком. Потом уже мы усвоились ему, получив дар обожения. Желая показать, что неуверовавшие и не достойны быть познанными от Бога, и не суть овцы его, он сказал. Я знаю моих, и мои знают меня, как написано. Познал Господь своих. 2 Тимофею 2.19 Часто повторяет, я жизнь мою полагаю за овец для того, чтобы показать, что он не обманщик. Ибо выражения, я свет, я жизнь, для несмысленных казались надменными. Но слова, я хочу умереть, не заключают никакого самохваления. Напротив, выражает великое попечение, так как он хочет предать себя за людей, которые бросали в него камнями. Есть у меня и другие овцы. Это говорит об язычниках. Они не того двора, который под законом. Ибо язычники не ограждаются законом. И тех надлежит мне привезти. Ибо и эти в рассеянии, и те не имеют пастырей. И благоразумные, и способнейшие к вере из иудеев были без пастырей. Следовательно, тем более язычники. Мне надлежит собрать и язычников, и иудеев. Слово «надлежит» здесь означает не принуждение, а то, что непременно последует. И будет одно стадо и один пастырь. Во Христе Иисусе нет ни иудея, ни язычника. Галатан 3,8. И никакого различия. Ибо у всех один образ, одна печать крещения, один пастырь, Слово Божие и Бог. Пусть устыдятся манихеи, отвергающие Ветхий Завет, и услышат, что одно стадо и один пастырь. Ибо один и тот же Бог Ветхого и Нового Завета. Аминь. Спасибо, Христос. А болящие хотели на пастырьничном? Так, ну Ольга у нас продолжает лежать. Сегодня, надеемся, посетим ее как-то. Так, и Мария тоже в больнице лежит. И, ну, вроде бы ей неплохо уже, знали с ней вот такой преступ, но все равно она еще продолжает. Хапельницы отменили. Видимо, до вторника она еще будет лежать. Сегодня вы тоже ее посетите. Кто это как съездил. Раиса тоже. Раиса Угилай. Да, вот Семь, и что-то. И, это, мамы Вали моей, в онкологии вчера были, взяли, ну, там какие-то, то, что там что-то было. Подозрение, вот все-таки, что это злокачественное. Я еще хотела сказать, вчера звонил Витя еще, Витя Николаевич. Вот. У них там, знаете, что из новостей вы знаете, что у них творится. У них пока, они так не в самом Париже, а как-то в Париже живут. У нас, говорит, более, ну, спокойно так. Хотя, дети, меня поразило, что дети, школьники, вот собираются так в компании, и вот они, они тоже, ну, пытаются там это... Бунтовать. Да, бунтовать. Вот. Ну, а так вроде бы ничего. Они собрались ехать сегодня в храм, и поедут они где-то у нас к обеду будет. Мы на занятиях будем, и надо будет потом помолиться за путешествующих, потому что им ехать где-то... Больше полтора часа, да, где-то час сорок пять, вот так ехать на машине. Надо за них помолиться. Ближе нет храма. Ну, откуда? Православный. Франция же. Там русскоязычный, простая батюшка, и поэтому они туда и ехали. Ну, понятно. Да, понятно, что там соскучились. Да, батюшка уже. Ну, вот так. Конечно, она Оле очень беспоткнулась, и... Ну, вы сказали, что у нее все хорошо. Да, конечно. Да, хорошо чувствуется. Да, я не знаю. Они с ней рассказали. Вот. Ну, и так вроде бы остальные все те же болящие. Вроде бы Тараси не очень, или как ты сейчас? Да, ты ничего не говоришь. У меня немного чемпионатуры. Ну, вот, видишь. Там, что-то еще. Или команды, что-то наполняет. Стоит Тараси здесь, поэтому... Ну, вот. Так, еще Лена Политыкина звонила. Она сама приболела, и Поля тоже немножко приболела. Ну, она так интересно рассказала. Маша пригласила их где-то посетить, то ли выставка какая-то, я что-то не поняла. Или что там за это... Билет стоит 600 рублей. Она взяла с собой Полю. И они туда приехали, а там, ну, в общем, билет-то один показали. А что там, я не поняла. Вот этого точно. Надо поставить печать. Чтобы вот пройти, ну, какую-то печать надо поставить. На руку, что ли? Да. Вот. Поля как закричала, никакой мне печати. И везите меня, я поеду домой, обратно. Я никакой печати ставить не буду. Маша, конечно, огорчилась. Ей пришлось еще раз, еще заплатить 600 рублей, видимо, за нее. Еще, короче, вот так. Ну, вот. Просто радостно на душе, что все-таки вот мы на детей всяком. Куда-то пошли. Вроде никакие, никакие. Она говорит, я сама не ожидала даже, что Поля как бы. Ну, спокойно, ребенок, все. А вот тут она проявилась. Она бы лучше не ожидала, что печать будет. Вот в чем дело. Так, кто еще, если еще о болящих, Вадим с Надеждой Андреевной хворает, простуда. Дочь, внучка у меня тоже болеет. Помолитесь. Внуча. Внуча. Сколько у меня есть? А? Ктай, соня. Два с половиной. Ну, вот еще за Валентину, пожалуйста, помолитесь, потому что она тоже неважно себя чувствует. Приехала, но... Ну, и, наверное, она нам расскажет, что у нее там по делам ее, потому что молимся. Да, молимся. Дайте. Да, конечно, говори. Так, получила я доверенность от племянника. Вот, теперь, значит, надо будет опять по мотарствам ходить. И потом... Ну, по земле. Пока, наверное, похожу по земле, там, глядишь, скоро и... Приведешь, скоро. По мотарствам. Визировочный. Да. Да, у нас в бюрократе. Ну, вот так вот. Повалитесь, чтобы господь успех послал, и я где-то сильно заболела, правда. Американцам служили. Ну, а, братья Михаили, помните, что многое он сделал для нас, для нашей общины, для нашего двора. Для души уничтожили. Надо посетить его все-таки, братья, как-то. Давайте сделаем это сегодня. Посетить надо. Выяснить ситуацию, это насколько... Может быть, его действительно опять за антикологические диспансеры... Мне нельзя. Мне нельзя. Почему? Потому что он меня сильно любит. Вниматься. Ну, а братья Сергея с его мамой Татьяной постоянно помните. Сегодня не было в общей вспоминании о болящих интерполита Илариона, помните, да? Епископ Ильтихия и Игумена Кирилла. Обязательно помните в Малейке. Спасибо. Валерия. Да, Валерия. Валерий. Валерий. Сергий. Татьяной. Да, братья. У брата Василия тут случилась неприятность. Расскажи вас, что... Замок замерз. Ну, я его сломал. В доме. В доме? В полном слове. Предложение. В доме. Он сейчас бомж. У него дом замерз и у него нету жилья. Замок новый. Замок в ситуации, когда ниже 20 градусов в мороз, ремонтировать не предоставляется возможным. Потому что света нет, сверлить нечем. И в дом попасть он не может. Масло нужно смазать. Дверь взъедет смашу. Дверь взъедет смашу. Машинное масло называется. Кашу без масла то есть. Да не замок он сломал. До конца не говорит, что он же такой есть. Он засунул туда ключ и ключ обломил в замке. В общем дело. Его теперь попробуй вытащи. То есть это на весной сделка. Просьба помолиться, чтобы как-то Господь устроил. Службы вот эти замоченные. И мне когда не нет. Там надо быть свернувшим. А он вызывал эту службу замочную? Я вызывал. Не поехали? Да. МЧС позвоните. Потому что далеко? Попробуйте позвонить МЧС. Точно МЧС. Конечно, они должны помочь человеку. Я даже кошек спасаю. Минус 30, 35, стоящих 20. Человек не может попасть домой. Звоните 112. 112 приезжают и вообще ничего такого. За бесплатно вам помогут Василий. Пенсионерам бесплатно. Василий Николаевич, слышите? Бесплатно. Бесплатно, конечно. О, халява ура. Проснулся. И звонить бесплатно, и сделают вам бесплатно Василий Николаевич. Не мёртвите, пожалуйста. Ничего у кого? Тросьба, пожелания, благодарения. А что, Лиза, по Лизе помолимся уже? Ну, а как наблюдатель, хочу сказать, что сегодня двоим можно было бы сделать замечание, но... Просто помните, да? Я хочу напомнить. Вы знаете, когда женщина или девушка в длинном платье, и всё сокрыто, она становится какой-то загадочной, более притягательной. А когда она начинает обнажаться, она... Вот сегодня хочу сказать, Ксения лучше всех была. Молодец. Ксюша? Да, Ксюша. Ну, имейте в виду. Чей-то. Так, ещё у кого? Я не подсоюсь в секторе. Кто поделал? Ну, я не подсоюсь в доме. Я не подсоюсь в доме. Чего? Так. Когда, Тихонович? Не знаю, ела. Вам слово. О больных, о мёртвых переговорили, сейчас о живых я скажу. О мёртвых ещё нет. У нас нет торговли. За 27 лет. Ни свечки, ни вообще, старелка не ходит. А деньги-то нужны. Поэтому всё покрывает десятиной. Иначе я её не называю, как святая десятина. Она установлена Богом. Её никто не отнимал. Как Иоанн Златоуст говорит, что церкви ты обязан отдать. Это в Новом Завете, когда еретики что-то там мудруют. Златоуст говорит, ты должен отдать. Но не меньше десятины. Потому что, если ваша праведность не превысит праведность книжников и парисеев, которые платили десятины, не войдёте в Царство Небесное. А тут так не надо. А пожеланий кто сколько? У него желаний никогда не было и нет. А у Русской Православной Церкви за рубежом, у них там членские взносы. Идёт на исповедь и должен показать, что он заплатил. У нас есть ли такие, кто не платит десятину? Я говорю о взрослых. У меня пенсия, если кто не знает, я сходил, получил пенсию. Семь тысяч сто сорок один рубль тридцать три копейки. Всё, у меня ниоткуда нет ни одной копейки дохода. Ниоткуда. А откуда, если я сижу дома, как пенсий старый? Ни в деревне я нигде не работаю за деньги. Нигде нету. Батюшка живёт несравненно, конечно, лучше меня. У него овечек иногда достаивает, приезжает, продаёт. У маточки тут куриц, там у нас четыре огорода имеют. У нас ничего нету. Но я нисколько не бедею его. Я к чему подбираюсь-то? Я доверился Богу в самом начале жизни своей. И вот батюшка приезжает, сейчас в январе первое его богослужение будет. Я ему отдаю десятину. Ему. Доконно так. Десятину я плачу слава за год. Восемь тысяч пятьсот семьдесят два рубля отдаю ему. Но я даю несколько рублей больше, чтобы не ошибиться. В январе всегда плачу за год, потому что дальше неизвестно, что будет. И какой-то месяц я не заплачу, я неблагословенную Бога буду. Господь не просто заставляет, а говорит проклятием вы проклятый весь народ, что не платите десятину. Вторая глава пророка Малахия. Это никто не отменял, говорят святые отцы. Это фальшь. А почему? А с бабки-то какая она, десятина-то? А если офисы освещают? За крещение, за венчание, за свечи, и все это в церкви, и чистота идет. Да когда они откажутся от этого? Поэтому надо смотреть, как ты относишься. Вот 4 декабря был праздник, как у православных принято введение, во храм Присна Девы Марии. И мы были в Покровском соборе. Правда опоздали. Нас брат хотел отвезти, но задержался маленько, и поэтому приехали уже архиерей. на своем месте сидели здесь, среди храма, и сразу вышел. Пробыли до конца, все записали, и все в интернет выставили. Вот надо иногда ходить, посмотреть, что делается. Задом, вот так вот, а там алтарь, большая очередь вьется, змеей черной по храму. Ну, покупать-то надо. Люди не знают совершенно, что этого делать нельзя, что торговля запрещена. А Христос никого не оскорблял. Он лупил их. Сплел бич, стоял, плел, никто не догадался, что из этого будет дальше. Откуда? Как пишет Гладков, откуда? Храм ремонтировался, веревки для поднятия были. Он взял, никто не отнял. А дальше начал выгонять. Я прокидывал. Вот представьте, сегодня кто-то подошел бы, рванул эту дверку в торговой точке у комка церковного-то. От этого вертепа разбойничего-то. Полетели бы копейки, менял, и все. Вы понимаете, что сразу было бы? Конечно, вызвали милицию, оштрафовали за нарушение порядка, потому что полиция, все стоит на страже того порядка, который в церкви, то есть беспорядка того, который установлен. И они очень за это ратуют, потому что налоги налагают, церковь аккуратно платит, церковь-то платит налоги с дохода. Они уж на нас как наседали. Я как-то не платил, а пошел что-то делать. А так вы православные. Где же ваша ведомость? Я говорю, а у нас нету... Как нету? Так у вас что-то свещей нету. Если не свещей нет, еретики, даже государственным обрушеждениям. Вот они забегали с одного кабинета в другой, опять посмотрят что-то. Так что, совсем свещей нету? И свещи горят. А как? А мы сами... Ну, так покупайте уже за деньги. Я говорю, покупаем воск. Покупаем за свои деньги добровольно пожертвование. А на добровольное пожертвование налога даже никто не может. Сегодня есть, завтра нет. Я подошел в карман, стунул, не знаю сколько. И они с трудом меня отпустили. Подождите еще. Еще вижу по счетам в документах. Звонят куда-то. Православного выпустить. И чтобы не платить, это не православные. Ну, вспомните, Анна Кузьминична, когда ездила, наши материалы в пригородном поезде давала. И бабушке одной дала там с Евангелем-то. И та сразу кошелек стала досывать. Она говорит, не надо, мы бесплатно. Та сразу же взглянула. Ух ты, сектантка. Сразу вернула назад. Забери. Православным никогда даром не дают. Вот я тебя и узнал, кто ты такая. Нас легко узнавать. Мы по этим формам сектанты самые настоящие. У нас нигде не появляется ни одна копейка. Повторяю. Господь мне положил на сердце. Я делюсь со с вами опытом жизни своей. Восемь тысяч пятьсот семьдесят. Это за двенадцать месяцев. Только батюшка приедет, а вперед сразу заплатил. А что я благословен, вам не надо об этом рассказывать. На меня нападают со всех сторон. И особенно нынче трудится человек, который у нас был когда-то в общине здесь. Уже, наверное, десятый ролик против меня. Ролики большие ставят там. У него ничего нету. Он как рыба об лед хлешется там. И все это там. Это вал. Называет вал. Название. Вал это обо мне все есть. Дальше. Ну еще. Комок зла. И опять. Вся. Абсолютно. Ну сколько там. Час-полтора. И это только меня мусорит. Помолитесь о нем. Вы его знаете. Знаете. Его родственники у нас пока здесь все близкие. Близкие. И жена, и брат, и близкие люди. Вы знаете как. Чтобы Бог дал мне больше любви к нему. И обо мне помолитесь. Потому что я вижу, что ничего нету и нету. И на каждом шагу лжет. Все на одной лжи. Учит, как сохранить семью. Когда развратничал, изменял жене. И все вылилось. Вымели крестным ходом. И однако он учит. То есть совершенно бессовестный. И что сделать? Молиться. Ничего нельзя сделать. Только молиться, чтобы душа в конечном счете спаслась. Но внутри меня я молюсь как будто бью в пустое место. Перешел все грани. А мне только кто-то сбрасывает опять ролик. А я не знаю. Ну глянул, посмотрел ближе. Там ничего нету нигде. Просьба. Примите поближе к себе. Там он ни перед чем не останавливается. Нету никаких тормозов. Ничего нигде нету. Ролик составить это нужно. Где-то копается только у моих. А у меня сегодня 13 300 роликов. Да у меня голыми руками. Ну у меня один плейлист это папка как. А у меня как отдельно с детьми я занимаюсь. Это отдельно. Отдельный плейлист. Отдельно идут занятия здесь. противостехтанские занятия идут. Поездки. Дети. Лагерь. Работа в деревне. У меня 25 плейлистов. У него один. И один составленный из моих роликов. И даром обладал проповедей. Даром. Это единственный которому община хоть немного но платили за проповеду. И выявляется такая ложь. Ну все абсолютно. Еще появился один человек. На меня скинули данные. Синицкий Александр. Я его не знал никогда. Посмотрите. У него тот изначается что его бог избрал для того чтобы копаться и критиковать. И у него ничего тоже нету. Я говорю я выстоял ролик о нем посмотрел сколько и он берет допустим Златоуст сегодня и Златоуста считает биографию всю поносит. В биографии Златоуста ни одного доброго шага не было. Но это надо понять куда человек залез. Значит Златоуста везут где он умрет и он это успеет опоганить. Я написал название ролика постарайтесь нас везти как-то но все говорят никогда он не пойдет. Он сидит в кабинете как вот это таком говорил впереди. Мне не везет на Александра почему-то. Не очень так. И вот если человек это делает он сидит только в кабинете. Ему разницы нет. Говорит на кого гавкать. Отзывы такие. Ему разницы нет. Он ничем не занимается только одним. Его не видно ни с кем. Встретил чтобы дети там еще ни одного нет ролика. Совершенно. И все абсолютно перевирают. И вдруг вчера на меня выходит Сергей Козлов парализованный. И он говорит я постараюсь встретиться. Вы будете. Я об этом молюсь. И чтобы вы были арбитром. Мне одно нужно чтобы равное время было. Шахматной часы. Он поговорил. минут. Все теперь дальше. А вы сидите и фиксируйте. Тоже об этом помолитесь. Это может быть встреча. Вчера мне данные скинули. И я интересно. Получилось когда мы побыли. Архивею увидел вот так вот. Когда подогнулся заулыбался мне поклонился митрополит Сергии. Близко так. все это все видно в записи. Отношение его не изменилось. И оттуда мы шли и зашли у нас была Татьяна Новикова. Она болела как бы. Помолиться надо. Я вспомнил когда болящих молиться она у меня выпала. выпала и все из списка. Прочитаю да. Если я молюсь на память всех больных перечисляю все новое там тарас я заболела я всех на память она выпадает и все я отсюда вижу что-то тяжелое я когда пришел туда туда совсем не узнать она полностью принимает то что вокруг делается что мне чужое белье зачем мне копаться у нас хорошее отношение но когда я уходил она снова посыловала я что имею там это но я согласен на 50% 50 то 100 теперь на 50 она как высчитала не знаю то есть что делается меня не касается я говорю ты никогда не спасешься этим у тебя нет качества любви ближе если ты видишь он погибает то тебе все равно он сидит она на рельсе но тебе все равно я мимо прошел зачем мне копаться писание говорит он погибнет из Икиля 3.18 а его кровь я взыщу с тебя потому что ты мог ты должен как страж кричать и кричать они не слушают а ты знаешь что причащаются люди может быть 90% которые не постятся лживое православие а то придумали первая последняя неделя Великого Поста надо поститься мы должны вернуться к тому что нам дали святые отцы не поносить их нет я уж беру вершина всего это Иоанн Златоуст это все вы можете сами просчитать потом посмотреть я как сказал так и запомните Синицкий Александр к этому подойти иногда человек умирает и все с ним вместе умирает мы когда-то были близко знакомы нам приходил он даже на занятия церкви Михаил немец он умер но у него были книги книги он покупал и наши съезды Сергей Павлович и книги он отдал мать отдала и эти книги я послал те которые люди новые обращаются сколько благодарности а теперь я им бесплатно книги расчета нету только молитвен за Михаила и из могилы как рука его подала вы тоже позаботьтесь чтобы ничего нигде не пропало это у меня на неделе которые были здесь на благовестие старайтесь ходить напрашивайтесь вера от слышания от слышания от слова Божия где же любовь к людям которые не знают вот любовь Николаевна вы не к этому к отцу Дионисию то ходили после этого нет? да ходила ему сказали все да раздают они благодарю любовь Николаевна пришла и попросила две пачки кто? ни одного один все таки отголоски того что она была где-то в секте раньше у админтинца седевого дня это оставляет по выбору добрая она любит слово Божие и пришла две пачки пачки евангелия взяла там по 16 а 32 никто больше не пришел или много набрали или немножко не такие ну пример берите живой пример перед нами об этом мы говорим вот постарайтесь чтобы без платка девочки нигде не появлялись без платка приучите сейчас мусульманская девочка учится во втором классе приходит в класс учительница настаивает у нас принято что без платка а я не могу я не могу Аллах не велит второй класс на ее место за место приходит еще одна выявилась тайная а теперь они нанимают адвоката и доходят до президента и добиваются все мусульманки одеты в платке у нас не будет ей хоть платье с него сними она говорит в одном бюстгальтере придет вы слышали сегодня девочка одна и она стумела берут в плен очень многих если это мужчина повеление было мальчика всех изрубить если девочка не познавшая мужа оставьте ее 40 дней она попастится при вас поскорбит ногти и волосы острижет а дальше ты можешь смирить ее что значит смирить ну то есть спать с нею и вот одну девочку взяли она одна вошла в историю имени ее нет конечно почему не знаю она видела что господин которому дали он проказы болеет она говорит а в Израиле есть человек который проказывает он говорит нет у лепра неизлечимая а он лечит их тоже такой он думает где-то там в верхах министр проросвещения нет а это там никому неизвестный лысенький человек там плешивенький и лисей звать его и помните что было с этим человеком не иман этот военачальник а может он военачальник похоже что министр вооруженных сил был и он туда поехал и внутри себя уже обкапан вылет сейчас там знатно на меня руки положат а он даже и не вышел и говорит скажи у них ездил богатый иди семь раз горданом купнется и все будет он как пошел что у нас река другая хуже больше мерзи грязи там начал собирать а слуги вначале все таки ходили попробовать представьте шесть раз опять выходит ничего нет его состояние понятно седьмой раз и как у младенца кожа вот одна девочка одна в плену и она вошла за все пленения столетий одна вошла в историю она благовествовала о боге и гове который действует живой бог через живого человека который ну когда расстаемся ну проси ничего хочешь алики цветочек ну обязательно что просят а этот попросил невиданное дух который на тебе да будет на мне вдвойне даже Илья и тот говорит многого просишь я много могу дать но это я не знаю как бог если ты увидишь меня как меня бог берет тогда получишь и поэтому он скажет бог Ильи где он ударил милой я дам весь раступился и посох и все покорились вот как мы будем вести себя и будет ли у нас вот такая милость милость это все зависит от нас Новый Завет и лежат еще здесь подходите и берите вот у нас тут завелось такое я уже говорил но пока не движется дети все здесь подождите минуту и вот начинает что-то читать златоуса всех как один здесь они сидели туда пришли я смотрю сегодня 11 минут через 11 минут как мы зашли туда в это время златоусы считают все вымелись туда зачем за 11 минут ноги устали повторяю в Потеряевке есть житель 93 года Серафима Гавриловна ни разу никто не видел ее сидящей она и болела и после операции и никогда не сядет она для бога трудится она для бога в храм не прийти причин тысячи не прийти болел родственники морозно далеко транспорт не ходят что угодно можно найти а прийти только одно любовь когда заходите в храм сейчас посмотрите у нас там надпись какая и в храме Господь являет славу свою славу как златоус говорит здесь херувимы поют вместе с нашими певцами ничего не надо сокращать в священном писании вы сегодня читали пастырь добрый пастырь пастор нет этого это замена буквы говорит что там еретики сектанты пастор такого не было слова ни в славянском языке церковно-славянском нигде а кто а это у нас пастор это значит под пасторей играет еретик но одной буквой он высвечивается они себя пасторами называют православие пастор у баптистов пастор и у других еретиков деноминации конфессии нет этих слов есть слово ересь это под ересь вот такое одеяло двойное деноминации конфессии вы научитесь мыслить категориями священного писания вот евреи когда пишут слово бог они не пишут бог а б дефис г а почему не произноси имени господа бога напрасно что все везде в их руках и что руководят вот этим это для них ничего не значит а бог произнести нельзя вы сразу знаете б-г это или кто-то подыгрывает иудеям или это иудеи и вот посмотрите что он говорит правильно неправильно если он православный он должен писать полностью и не думайте а вот что эта форма это все имеет значение когда мы читаем священное писание и обращаем на это внимание пятиконечная звезда ну и что это сионистский знак пятиконечная звезда к нам приезжают тогда на рубашке у детей мы сразу заставляем или вырезать или зашить шестиконечная Давида шестиконечная звезда Давида это для Израиля а это у всех абсолютно которые покорили всем масонский знак масонский бятиконечная вот это все масоны это понижущие это не римфан а у нас какой восьмиконечный тогда у нас была еврейка и на иконе я увидел шестиконечная звезда я сказал надежды Иванова Польгуева не вижу я говорю возьми она как узнала она прям запсиховала это что такое она не надо чужое у нас свое есть у нас свое есть у нас восьмиконечная веклеевская на меня нападает вот говорю тут о ком за то что меня называют златоустом ну какой я златоуст ну не я же это делаю фильм ставит Свердловская киностудия документальных фильмов Красноярский отдел Кузнецов Владимир Сергеевич златоустом и фильм назвать фильм который займет первое место в России но не я это делаю меня посадили пишут статью Титов Виктор Иосифович в Алтайской правде златоустом второй строительной но не я это делаю ну хорошо меня назвали Бобер или Пес или Бульдог как этого Беринского ну что теперь я буду за это ну здесь назвал так я напоминаю один случай был когда я судился с ГТРК за фальшивые статьи и кто написал это а написал статью Бобров Геннадий Александрович стекретарь КПРФ Женезарожного района КПРФ и он говорит судья говорит ну а вы знали раньше Лапкина ваша честь никогда не знал но вот был конгресс интеллигенции очень большой там даже лауреат Нобелевской премии Жарец Алферов был он выходит там очки асты опрягался и вдруг вот этот человек простите задрипанным своим пизжачке в каком-то в валенках заходит я подумал а зачем он здесь ваша честь ну вот он заговорил и я прошитал златоуст он забыл что мне надо топить дальше до конца а потом опомнился вышел показывает только придем к власти вот так показал как белье женщина выжимает вот ваша потерянка будет как сейчас будет да вот тебе говорят я говорю ну нельзя же это кабинет судьи рядом там суд идет это Бог так вложил сделать почему потому что я первый кто начитал полностью творение Яна Златоуста я люблю я пропитан им а поэтому я такой благоу смешно даже но нападает со всей силой на это Исидор Пилосиот был такой он говорил предвзятость не дает здравого мышления а злоба вообще отнимает разум вот я вижу которые озлобились они как будто бы никакие никогда не были и ничего не могут сделать и человек очень известный можно сказать правильник один говорит они как рыба облен говорят хлешатся вокруг вас они ничего не сделают и один только говорит а вы знаете на него нападают священники я разгадал эту загадку а почему да ему это выгодно у него задача такая его сатана поставил на то чтобы разрушать секты он проникает в аптистам и они верят что он гонимый и они к нему уши склоняют он гонимый православными попами а он им говорит теперь то и они переходят в православие это переходной момент ему как раз необходимо это то есть разгадывать тайну тайна почему люди обращаются ну когда господь через мои уста что-то скажет и обращаются интересно Валентина Старстисова говорит об этом и можно сказать с заботой что у них был священник который сильно ее притеснял Артемия звать Бондарчук или Бондаренко как-то за то что приняли крещение сестрой своей Тамары а потом он смирился и когда я был он пришел на встречу и он допускал там Евангелие все считалось по-русски на него крест не поставили и она у главного молитва была он не выпадал никогда у меня из молитвы и мы с ним встретились ну вот он видимо кончил время пребывания и теперь на его место другое тот сразу все порушил что было по-славянски она говорит я опять ничего не понимаю а понимать не понимать вот этого зависит все как Иоанн Затворник говорит сегодня завтра надо переводить люди не понимают он стоит и ничего не понимает вот об этом надо помолиться у нас очень популярные идут ролики Сергей где идет беседа с Василием он у нас как звезда там то есть я выставляю ролики Ян Златоуст один человек посмотрел Василий Черепанов 150 Василий понял как через тебя идут люди поэтому Сергея никак не говорю я с собой отдельно сегодня ролик записать хочу ты не против? не против не против ну поговорить какие-то советы чтобы ты не в тягость был к этому Сергею я ему постоянно говорю возьми его возьми его к себе Сергей обдумай что я сейчас скажу что нужно для того чтобы Василий был тебе не на шее на хлебник а он был мой я покупаю его у тебя забирайте нет не забираю вот на счет питания мне некуда Сергей я не должен что могу дать крошки мука вермишель масло растительное сахар ну что такое вот есть сколько нужно значит посчитай и все но колоневой ты пропитаешься нет мне не надо ну не надо ну в общем так я прошу сделать это чтобы не было тяго наоборот я вам дам лапши рожек все в два раза больше чем вы забирайте его воспитывайте его хорошо что взял об этом дальше еще вот у меня тут еще что-то было отношения митрополита Сергия все это беспокоятся молитесь о нем молитва идет очень легко и он говорил проповедь и расположение его прежнее это абсолютно однозначно так что никогда из молитвы чтобы он на вас не выпадал так Галина Александровна вы поднимите мы вдвоем все эти рядом что мы вчера говорили и сегодня что хотим делать чтобы было открыто я добавлю если еще не так дети дробот наши дети дробот они обратились к Надежде Александровне с тем вопросом что у них очень старенькая плохо работающая электрическая плитка одна комфорочная двухкомфорочная настольная медленно греет то есть Инапа она как старшая приезжает вечером с колледжа нужно приготовить покушать представьте до скольки ночи она там будет это готовить и вот Надя дала предложение сделала предложение такое чтобы купить им плиту четырехкомфорочную плиту Надя посмотрела в интернете электрическая четыре комфорки плюс духовка ну обычная такая как у вас у всех квартирах стоит стоит она 19 тысяч рублей без одного рубля 19 тысяч хорошая плита обычной проводки достаточно будет привез подключил и пользуется там все равно разумление все равно Игнатий Тихонович он же сказал так мы деньги из этой копилки тратим по совету и в том числе по совету со всеми вами вот что вы скажете надо купить конечно мы тоже считаем что это нужно сделать а не будет такого что дети приехали вечером стоит та же самая плита а новая плита ушла ну куда-то ушла я не знаю она 19 тысяч стоит ее можно за ящик в руки отдать ну смотрите вот вопрос конечно подождите вопрос конечно хороший это попроще можно сделать с караватом может быть подождите подождите пожалуйста так тихо говорит Галина Александровна скороварку надо ставить на что-то у них не на чем готовить не на чем ну мультиварка 5 литров ну 5 литров всего мультиварка смотрите мы покупали у нас была плита просьба сказал ведущий чтобы не перебивали ее ну зачем мне удержали покажут пожалуйста покупали мы летом морозильную камеру она стоит у вас никто ее не унес новенькая из магазина я с Енатой выходить ходили выбирали все никто из дома не тащит значит если вы имеете ввиду что там друзья там отца или отец каким-то образом то есть этого нет что еще Надя купили какую машинку стиральную машину покупали ну несколько лет вот она и стоит несколько лет за несколько лет никуда в сторону моря не ушла поэтому такого как бы нет в их семье слава богу можно я еще поплетит там шнур идет трех или четырехжильный и обязательно там заземление должно быть и там электрика просто договорили позавел это не сделают скажем что Надя знает электрика у них садоводствия Надя знает этого электрика ты договоришь они знают и у них помните у них не было электричество он приходил в него не пойму почему-то а хоть говорит от ее голос слышится в это время стреваете помните была проблема тоже с электричеством когда у Вани вот так вот провода какие-то висели лампочка и Ваня обратился еще если не против я эти деньги потрачу электричество проведем да было Ваня такое и вот у вас там садоводствием хороший электрик ездил его можно пригласить конечно оплатить за бесплатно только птички поют ну можно помолиться может Господь расположит его сердце он не задорого это сделает как бы детям но тем не менее я считаю мы должны это оплатить поскольку ну у него же тоже семья и включатель это не такой как обыкновенный он знает все он современный я просто не сказал поэтому если они не знают что такое заземление то значит у них нет три фазы это длинный штырь четыре метра может быть больше забитый в землю неприваренный к основному к основной форме заземления отовсюду идет заземление у вас со всех розеток должно заземление быть берется провод вот так вот со всех один другой второй третий и все в одну потом прикручивается болтом хорошим все это специально там такие шайбы вы не против всего это все технические вопросы то есть вы считаете тоже что это необходимо купить эту плиту для детей чтобы они могли готовить покушать что-то с печь с духовкой электрическая духовка и четыре электрические плитки ну стандартно большая три средненьких и маленьких и машинку тоже туда же надо будет подвесить если будет подвешивать и машинку надо потому что машинка при первом ударе молнии у них сгорит да сгорит ну повезло так успокоились для десятка можно замечание делать глупь тот выдает ответ не выслушать писание уже называет нас такими далее слово выслушать и все я вчера об этом говорил что позвоните чтобы они приехали и оповестить отца а он что чтобы он знал он дал согласие что он не разрешил что не разрешил покупать плитку он говорит не надо зачем нам это что это хорошее это все пойдет значит надо решить этот вопрос перейти надо вперед смотреть на несколько шагов дело в том что у него сестра есть которая не расположена к нам я правильно говорю она претензии написала при том большие претензии и это может вылезти где-то но дали ей мой адрес телефон она не вышла на это вот Надежда Александровна знает но я сказал давайте оповестим его только поэтому что хорошее значит что он не поет отсюда вывод то что не против не против потому что а эту плитку забери и поставь и я вчера говорил сегодня это сделать после занятий побудьте здесь и кто-то на машине увезет в прошлый раз Сергей нам-то покупали ты же возил ты не сможешь довезти а он без машины он без машины без машины сегодня без машины а он без машины ты смог бы это сделать когда сегодня востоке сейчас сейчас собрали сейчас кто поедет может после занятия может после занятия я дежур я дежур Так, кто поедет туда, кто с плитой связан, ты поедешь, Володя поедет, обязательно все заснять. Нам помогли купить из Испании Ирма, мы все засняли, отдали им, и поэтому нигде претензий нет, никуда не потратили, так и здесь. Значит, покупать, не покупать, решение принимают по совету, это мы сегодня так широко, батюшка, его позвонить сейчас сразу ему, Виктор Андреевич и я, больше не было в собрании, а вас только уведомляем. Решать за это уже, ну, не надо там это, не вон там, что один против и все, рухнуло. Так, деньги есть? Деньги есть. А за сеною, говорит, не постоим. Это определенно, сегодня это сделать? Сегодня. Не хвалить завтрашним днем, 29, 1 говорит, я не знаю, что он родители прийти. Я настаивал на этом и повторяю, мне надо понимать, что отцу это не надо, он говорит, здесь скромности свои, у нас есть плитка какая-то, я его очень хорошо понимаю. Это только, это не противодействие, а тому, зачем тратиться, когда у нас и так плитка есть. Поэтому мы сделаем как положено. Он не готовит, поэтому не знает, что это такое. Да, не знает, а Инапа заявила, что долгое время тратить. Так, подумайте еще раз и посмотрите. Ну, это цена для нас немалая, я говорю, у меня пенсия какая, 7141,33. Вот, посмотрите, и если намного лучше бывает, а всего дороже тысячи на 2, на 3, вы поглядите сами. То есть это минимальный потолок, не потолок, а резина, сколько, 15 тысяч. Да. Мы, Надя, выбрала не самую дешевую, но чтобы вы знали, это средняя плита. Я это и говорил. То есть она полностью удовлетворяет все потребности бытовые, что на ней можно делать. Там еще духовка же. Да, дороже, да, электрическая, хорошая, большая духовка. То есть, ну, как она, вот такая вот, рост там, как у нас, у всех. Метро 8. Сейчас только кончится, и сразу поезжайте. 85 сантиметров. Еще у кого есть? 85 сантиметров. Будем заканчивать? Следом будет у нас что? Да, теснопение, занятие. Тихо. 12 января мы отмечаем обознание общины. Подготовьтесь к этому, совсем недалеко. Посмотри, какие, ну, что, где не так, или что-то надо было включить. Нужно, если как раз обсуждали, но еще надо будет сказать. Это особенно касается, когда где-то побываешь вот в храме. Все чужие. Вот как в 7 минут подготовка, это не сделать. Ну, сектант так может сделать, у Иритюков. А в православии-то не было. Там проходной двор. Попробуй, тебя сметут просто оттуда. Это одно. Дальше. Вот так, чтобы были занятия, собрания каждый раз, и все свои. Потеряете на улице, а здесь, а здесь. И после этого трапеза и занятия, это нет, это очень далеко аукается. И люди, когда смотрят, а почему сейчас у вас таких роликов нет, почему? Ну, все-таки 20, кажется, 7 миллионов просмотров у нас, это цифра уже. Мы отнесены к средствам массовой информации наше, это, Ютуб, не просто так. Средства массовой информации отнесены. Мы должны быть очень внимательны. Поэтому, ну, позаботьтесь о том, чтобы выполнить то, что Господь сказал. Вот ты столько лет здесь, а кому возвестил, кто пришел? Не пришел, от тебя не зависит, но возвестил. Обращает Бог. Но благовестовать надо. Просто узнавайте, где и как. Вот я молился, все время молился, Господи, как распространить Евангелие? Ну, почему в патриархии никакого участия нет? И сейчас заварили буквально этими красными, хорошими, благословение патриарха, Евангелиями. Заканчиваем уже, заканчиваем. Все. До свидания. Без какого истину, блажите Тя, Богородицу, Присноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Ерубин, И славнейшую без сравнения Серафим, Без искрения Бога Слово ручную, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, в защите рода наше от нашествия на племенников от внутренних расприят, беззаконие которое втайне, останови делающих зло. Просвети, правители страны наши, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, так же просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаятся в небережении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое, Бога и Иегова. Дух Святой доставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение, рапезное занятие. У нас столики бойленные, стоит такой цветастый пакетик, вежливый, и там внутри моя ложка. Где-то там, чтобы пройти куда-то ставят.